У меня остались вопросы, у меня есть вопросы, по-прежнему есть вопросы, значит, вот читая, понимаешь, что, в общем-то, тут звучат довольно банальные вещи, описание сегодняшней действительности с транспортом в городе и каких-то кардинальных революционных изменений, я пока не нашел. Великолепно, придет анализ, веки дороги. Сколько депутатов, столько и мнений. Дать однозначную оценку работе столичных проектировщиков народные избранники не готовы. Предстоит серьезное обсуждение с привлечением этих самых специалистов из Москвы. Такое решение принимается на заседании профильной комиссии Гордумы. А это значит, что решение насущных транспортных проблем в Саратове снова откладывается на неопределенное время. Мы ее наконец-таки дождались, но ответов пока не увидели на те вопросы, которые мы задавали по транспортным развязкам, где в первую очередь необходимо оставить знаки, светофоры. Те предложения решений, которые мы давали на комиссии по безопасности дорожного движения и массу-массу-массу других. Когда мы что-то предлагали ранее на различных комиссиях Городской думы, на совещаниях администрации, у нас, к сожалению, была отсылочная норма в данную транспортную схему. Что когда будет транспортная схема, тогда мы и вам и ответим. Предложенный документ, как отметил депутат Виктор Марков, действительно изобилует банальностями. К примеру, из него можно узнать, что железнодорожный вокзал у нас находится в западной части города. Добраться до него можно по двум улицам – Московской и Откарской. На первом этаже здания есть билетная касса, табло прибытия поездов, расписание, терминал для покупки билетов онлайн. Ну а в Волгском районе есть речной вокзал. Отсюда осуществляются рейсы на круизных теплоходах в крупные города и на малых судах по пригородным направлениям. Не забыли и автовокзал, где также имеется табло, расписание и даже, не поверите, туалет. Пешеходы в Саратове передвигаются преимущественно по тротуарам, которые имеют твердое покрытие, а улучшить работу пассажирского транспорта поможет ликвидации дублирующих маршрутов. За все хорошее против всего плохого. Ну а так в представлении авторов выглядит саратовская агломерация. Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения. Сейчас я покажу вам портрет. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему, как к портрету. Значительная часть документа – простое цитирование открытых данных из различных программ и стратегий. Большая часть – это мероприятие генплана. Нам по-прежнему предлагают несколько вариантов развития событий. Минимальный он предполагает строительство нескольких новых дорог и реконструкцию уже имеющихся автомагистралей. Цена вопроса – 8,5 миллиардов рублей. В списке работ создание полноценного дублера проспекта 50 лет октября. Часть дороги, кстати, сделали еще в прошлом году. Остался небольшой участок от Волгоградской до Украинской. Долгожданная развязка на стрелке также в списке первоочередных работ, как и освоение территории старого аэропорта и многое другое. Остальные варианты на порядок дороже – почти 70 и 130 миллиардов рублей. Ну вот 60 и 130 – это нереально. Ну просто нереально по сегодняшней ситуации, потому что таких денег нет. Просто их нет, поэтому их можно отбросить и не рассматривать. А вот этот минимальный, ну он ничего нового нам не дает. Он ничего нового не описывает, просто кроме банальностей каких-то, ну как вы правильно говорите, из наших же документов, принятых в свое время ранее. Хороших документов. Поэтому зачем нужна была вот эта схема, я, честно говоря, до конца не понял. Оптимальный уже предполагает строительство еще одного моста через Волгу. Вопрос, который своими силами ни регион, ни тем более город не решит. Да и весь список предложенных изменений куда более внушительный. Вариант максимальный по замыслу авторов транспортной схемы предусматривает привлечение частных инвестиций. На них будут строить все тот же мост, проезд по которому будет платным. Здесь же платные парковки, единая система оплаты в общественном транспорте и проект в городской электричке. И все это до 2030 года. Депутаты уверены, с нынешним уровнем финансирования сроки нереальны. Проблемы финансирования, потому что это из того расчета, который дали, 74 года. Но 74 года это нереально. И у нас много таких программ, они хорошие программы, теория, методология, хорошо читают программы, есть таблицы, все. Но когда начинаем, вот что, о чем мы им не сделали, денег нет. Поэтому вот тут вот, конечно, этот вопрос нужно вот решать. Это главный вопрос финансирования. Из исправленного варианта исчезли оптимизация спетофорного хозяйства и предложение сделать односторонним движение на центральных саратовских улицах. Я возражал тогда по этому поводу, потому что в наших условиях мы просто имеем возможность вот в Саратове посмотреть на примерах с односторонним движением улицы и с двухсторонним движением улицы. У нас даже не всегда получается организовать это одностороннее движение по классике, классически. Это должна быть одна улица в одну сторону движения, параллельно ей, близлежащей в другую сторону. У нас такое даже не всегда возможно найти, чтобы две улицы дублера были. И там, где мы расшивали вот это одностороннее движение, убирали, там сразу же благотворно на пробках на трафике сказывалось это.